Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии программы «Просто о вере» приветствую вас, я, священник Николай Зинин, и мой гость, православный эксперт и романах Герасим Вертей. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о празднике Преображения Господня, который наша Церковь совершает 19 августа. Батюшка, вот Преображение Господня — великий праздник. И я помню, когда я только приходил в Церковь, для меня вот эти светлые облачения и эта служба, она просто вот как-то возвышала над землей. Что мы можем рассказать нашим телезрителям об этом празднике? Вот поделитесь с нами своими сокровенными ощущениями этого праздника. Вот поделюсь, да. Я помню первый раз, когда пришел в Церковь, это был как раз день Преображения с бабушкой. И я увидел там не столько белое облачение, но особенность восприятия, а яблоки. Запах яблок, да, кругом эти яблоки, яблоки. Потом мы вернулись, опять же, эти яблоки кругом. И я очень долгое время думал, что Преображение — это какой-то яблочный праздник. Но потом, конечно же, когда я стал все-таки читать Библию, изучать веру, поступил в Богословский университет в Москве, с некоторым даже удивлением обнаружил, что Преображение к яблокам не имеет ровночетом никакого отношения. Потому что Преображение — это господский праздник. Как вы сказали, белое облачение — это указание на то, что праздник посвящен Господу нашему Иисусу Христу, а не яблокам. И торжествуется в этот день событие, которое достаточно подробно описано у всех трех синаптических евангелистов. Если позволить, я снова обращусь к Святому Писанию и зачитаю прогуально несколько стихов из 17 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как снег». Дальше повествуется о том, как испугались этого святые евангелисты и пали ниц на лице своей. Я думаю, каждый бы испугался такого видения. Да, конечно, потому что Господь являет себя уже не просто как обычный человек, как они привыкли, они с ним ходили, они с ним ели, они с ним беседовали, а тут он являет свою славу, славу небесную. И святые апостолы, трое ближайших и любимых учеников Спасителя, видят, что на этой горе преображенный Господь беседует, как с живыми, с двумя древними пророками, Моисеем и Ильей. О чем они говорили? Они говорили о предстоящей жертве, которая ждет Господа нашего Иисуса Христа и, конечно же, славном воскресении, который является вершиной нашей веры и, собственно, целью пришествия в мир Спасителя. Так вот, преображение Господне — это праздник обетования. Господь указывает апостолам, своим ученикам, а через них и нам с вами, ту цель, для которой он пришел, и тот путь, который открыл нам, каждому из нас. Ведь преображение открыто каждому верующему. Путь каждого получился верующего. Святой Афанасий Великий в свое время писал, что смысл и цель человеческого существования, человеческой жизни, вот я сейчас отвлекусь немножко, некоторые говорят, что у каждого смысл жизни свой, и там кто-то одно предлагает, кто-то третье, ну, конечно же, не так. У всех людей есть один и тот же смысл человеческого существования. И святой Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, сказал, открыл этот смысл нам, это обожжение, это вхождение в славу Господнюю. Преображение, другим словом. Да. И Господь на горе Фавор являет нам себя не просто как человека, но как Бога, и дает такое обетование, что и вы, если будете следовать, станете богами. Но не по существу, конечно же, а по благодати. Апостолы трое, которые были там, сначала, конечно, очень испугались, потому что действительно человеку-грешнику, а нет человека ни одного, кто был без греха, и даже апостолы Христовы, такие как Петр, Иоанн и Иаков, они тоже понимали, что есть в них какое-то последствие грехопадения наших общих прародителей Адама и Евы. И вот этот грех, их, конечно же, ввел в состояние вот этого ужаса перед святым. Мы в другом месте видим, как святой апостол Петр, поняв, что в лодке с ним находится не просто человек, а великий пророк, а может даже больше, сказал, отойди от меня. Я человек грешный. То есть вот эта греховность человека, конечно, отдаляет от Бога и пугает его. Но потом, когда эти апостолы подняли свои лица и все-таки снова взглянули на своего учителя и спасителя, Петр от лица, видимо, всех своих братьев и друзей говорит, как нам хорошо здесь. Позволь, мы поставим три кущи, три вот эти палаточки, да, и оставимся с тобой. Вот одну палатку мы для тебя, Господи, одну для Моисея, другую для Ильи пророка. Потому что, вот это очень тоже важный момент, вроде такой вот наивный, можно сказать, детский возглас уже достаточно пожилого человека, какой им был Петр, указывает на то, что близкое присутствие Бога к человеку доставляет огромную радость. То самое блаженство, которым призывает нас. А может быть, вот это вот, то, к чему призывает нас Господь, будьте как дети. И приближение к Богу, как к Отцу, открывает в нас, вот, быть может, ребенка и Петр вот. Потому что евангелист уточняет, он не знал, что сказать. Он был вот растерян. И очень это схоже с вашими впечатлениями о празднике детскими, да, с яблочным ароматом, с яблоками. С яблоками. Вот, все-таки, может быть, поподробнее расскажем. Мы уже открыли суть духовную эту празднику. Господь преображается предучениками. Господь являет им свою славу. Господь показывает им путь, к которому им надо будет стремиться. Но при этом в церкви вот мы видим яблоки, да. Откуда взялись-то яблоки? Яблоки взялись оттуда же, откуда же будет появляться и мед чуть позже, да, и орехи. Откуда рождается все, что у нас есть. Земля производит по благословению Божьему. Вот откуда она появляется. А почему же мы приносим все это дело в церковь? Это прямое указание Библии в Ветхом Завете. Давайте, может, прочитаем, мальчик? Я сейчас буду листать долго, я не посмотрел. Я, если позволите, скажу своими словами. Господь прямо указывает нам на то, чтобы приносить Богу в качестве жертвы начатки плодов своих. И вот в... Первые плоды начатки. Да, начатки это первые плоды. Часть плодов. В наших широтах, а мы, как вы понимаете, страна северная, у нас оливки с пальмами не растут, у нас первые плоды это все-таки наши яблочки. А до Мичурина яблочки спели как раз вот к концу, второй половине августа. Благодаря селекции у нас появилось множество других сортов, и ранние, и средние, и даже поздние. Но до последних времен, средние века, яблоки были примерно одного сорта в наших широтах, и спели они к этому времени. И вот, выполняя благословение Божие, люди в этот торжественный день собирали свои первые плоды, свои первые яблоки, и несли Богу в качестве жертвы. Ну, естественно, конечно, да, кстати, надо заметить, яблоки, которые мы приносим, кстати, все остальные продукты, которые мы приносим, мы посвящаем Богу. Естественно, что Бог их не грезет, эти яблочки, не хрустит ими, потому что он в этом не нуждается. Однако же священник благословляет эти плоды и уже отдает обратно принесшим. Может быть, это формально как-то не показано, но основная идея именно такая. Ну, батюшка, насколько я помню, в Ветхом Завете те плоды, которые люди приносили, они оставлялись в храме, оставались в храме, и через это Господь говорит «осветится твой урожай». Да, да, да. У нас как-то немного по-другому. Слава Богу, мы живем уже не в Ветхом Завете, но какие-то элементы, которые Господь благословял, мы тоже сохранили, потому что мы в традиционной церкви очень трепетно относимся к Слову Божьему. А вот такое отношение у нас к вот этим яблочкам. Очень печально, действительно, до слез печально, мне, предположим, как священнику, видеть, когда люди приходят в храм на преображение с единственной целью, чтобы, как некоторые говорят, побрызгать святой водой яблочки. Забывая, что в вершинном богослужении, в вершинном богослужении, самым торжественным, самым главным, самым чудным моментом является все-таки причастие. Само участие в Божественной Литургии и причастие. И вот едва-едва мы завершили причастие Мириан, ставятся столы, выставляются там эти корзины с яблоками и начинается давка. Суета. Это просто ужас какой-то. Слава Богу, с каждым годом, ну, по крайней мере, в том храме, где я служил до последнего времени, в храме Успения Божьей Матери, с каждым годом все это все не та меньше и меньше, потому что священник должен работать в своей пастве и объяснять ситуацию, конечно же. Но в больших соборах, предположим, когда приходит много людей, которые мы называем захожанами, то есть не практикующими христианами, которые постоянно ходят в церковь, постоянно слушают проповедь священников. И вот они, начинается суета и буквально давка, ходят едва ли не по головам. И это дом Господний, это же церковь, это же дом молитвы. Сам праздник нивелируется этим самым, да? Точно, точно. Тут уже о преображении забываешь и начинаешь думать о каком-то темном. Все духовные торжества, все вот это осознание преображения уходит и сменяется просто восточным базаром, как я это иногда вижу. Я вот жил в Средней Азии достаточно долгое время, помните восточные базары, крик, шум, суета, кто-то прокинул корзину с яблоками, все покатилось. То есть, этого ли нам, этого ли желает от нас Господь? Это ли мы желаем принести Господу? Я думаю, все-таки, конечно же, не это. Да, не этому церковь учит. Конечно же, традиция освящения яблок, подчеркну, это не только наши, это еще Светхого Завета, это еще, этой традиции уже 3000 лет. Мы не будем ее отменять, но все-таки подходить к ней надо. Это разумно. Разумно. Давайте, батюшка, вернемся с вами к смыслу все-таки духовному. Яблок мы уже поговорили. Да, я согласен. И что меня лично очень трогает в повествованиях синоптиков, трех первых евангелистов, что они пытаются человеческими словами как-то выразить это блистание, которое исходит от Спасителя. Кто-то говорит, что такие светлые одежды, что даже белильник на земле не может так убелить. Кто-то из евангелистов говорит, что это сияние, как сияние солнца, или просто очень сильное блистание, как свет. И вот это восприятие божественного, оно рождает ту радость, о которой мы с вами в предыдущей программе говорили. Оно рождает одновременно и какую-то детскость в Петре, когда он начинает говорить про палатки, которые он хочет тут соорудить. И одновременно, как вы сказали, батюшка, это рождает ощущение себя как грешника. Вот удивительная все-таки связь, по-моему. Радость, чувство сыновства и одновременно испуг, ужас. А свои греха. Да, и возможно, как мне это кажется, вот тот свет преображения, он просвещает все темные уголки сущности человека, и они становятся видны. Как говорит нам Священное Писание, тот, кто идет к свету, то его дела становятся явны. Тот, кто уходит от света, он пребывает во тьме. И вот движение православного христианина к Богу, это движение к свету. Абсолютно точно. Поэтому вот, да, просветить свои уголки, не бояться этого, переступить через этот страх, быть может. А как не бояться? Как не бояться? Бояться, но идти. Да, бояться, но идти. Как не бояться? Вот я вот, как я размышляю об этом? Человек, очень многие люди, вообще все люди без исключения, способны к вере. Человек — это единственное существо в известной нам вселенной, который, ну кроме ангелов, конечно, который может иметь чувство веры, имеет способность к богопознанию. И Господь постоянно стучится разными событиями или какими-то людьми, которые приходят в нашу жизнь, в сердце каждого человека. Но забывать зачастую так, человек услышал призыв Спасителя. Открывает щелочку в двери своего сердца, смотрит, кто там такой. А, там Господь пришел ко мне с верой. А там свет. Да. И, соответственно, если я сейчас запущу в сердце свое этот свет Господень, то значит, мне необходимо будет изменять свою жизнь. Все станет видно. Да. Все темные уголки мои, куда я мусор смел. Точно, точно. Банки валят. А готов ли? А хочу ли? Мне будет это комфортно? Да нет, комфортно тебе это не будет. Тебе надо радикально менять свою жизнь. И очень многие из страха запирают двери своего сердца, прогоняя Господа прочь, как это случилось, предположим, с жителями гадаринской страны, когда Господь изгнал беса и задержимого, и огромное стадо свиней бросилось в море. А с свиньями гадаринские жители делали себе бизнес, то есть получали средства к существованию. Они говорят, что, ой, то есть надо менять все. Все радикально менять, если ты придешь в наш город. Нет, уйди из нашего города. Так и мы зачастую поступаем. Не хотим мы этого света, боимся этого света. Прибыль идет. Да. Не только прибыль. Там очень много. Мы живем в таком мире, когда действительно, либо ты друг миру, либо ты друг Богу. Зачастую, что это уже несовместимые вещи. И чем дальше, тем, мне кажется, это сложнее. Преображение же Господа действительно тот свет, который изменяет. Должен, по крайней мере, изменять человека. Призывает к изменению человека. Господь никого не насилует, никого не заставляет. Он призывает. Хочешь измениться? Изменись. И Господь поможет благодатью Своей. Хочешь спастись? Спастись. Спастись? Спасись. И Господь спасет тебя. Но без нас Бог нас не изменит и нас не спасет. Необходимы усилия. Вот вы сказали, что разные синоптики, трое синоптиков, разными словами описывали свет преображения. Один сравнивался с одеждой, обеленными, белильчиками. Он как бы говорил о том, что невозможно человеческими средствами. Другой говорит, с снегом связывая, сравнивая, третий Лука связывается с светом. Это тоже очень не случайно. Дело в том, что все три этих евангелиста, они имели разный опыт своей жизни, имели разное образование. Например, святой евангелист Лука был греком и образованным, он имел классическое образование, и поэтому он сравнивает преображение с светом. Господь преобразовался как свет солнечный. Марк был самый простой из них. Например, Матфей, он был хотя бы чиновником римской администрации, тоже имел какое-то образование, сравнивается с снегом, которого, не знаю, видел ли когда-нибудь сам своими глазами, все-таки Палестина, южная страна. То Марк, самый простой из них, сравнивает свет преображений и одежды, которые были на преображенном Спасителе, вот именно с этими одеждами, побеленными белильщиками. Невероятным белильщиком. Невероятным каким-то белильщиком. О чем это говорит? О том, что Господь призывает всех нас, каким бы им ни было. В своей мере прославлять Бога. В своей мере прославлять Бога. Мы все разные, у нас разный опыт, у нас разное образование, у нас разная даже, может быть, культура. Там у эскимосов, олеутов, чукчей, русских, греков, разное. Но Господь призывает всех. И призывает Он всех к изменению, преображению и к прославлению. Как бы это слово сейчас не затерли наши оппоненты-сектанты с словом прославление, все-таки это наше слово, да, наше христианское слово. Другой вот момент, другой аспект, который вы тоже указали, это, конечно, будьте как дети. Вот этот момент сыновства. Господь призывает каждого из нас быть сыном. В 81-м псалме прямо об этом говорится, что вы, верующие, Господь говорит с устами пророка и псалмопевца Давида, вы, верующие, сыны Всевышнего, все вы. Вот Господь призывает нас к вот этому сыновству и простоте, детской простоте. Но когда Господь говорит о том, что будьте как дети, Он не имеет в виду какую-то там инфантильность, какие-то вот детские шалости. Здесь другие моменты детскости необходимо нам выделить. Какая первая? Это осознание полной подчиненности своему отцу. Полная зависимость, да. Маленький ребятеночек без своих родителей не может ничего. Ну, при том же, годик-два. Если его оставят родители хотя бы на один день, это могут произойти непоправимые последствия. И поэтому вот осознание того, что без Бога я не могу прожить ни одного дня, как ребенок не может без своих родителей. Это один из важнейших моментов. Второй момент. Дети подношения к своим родителям не могут держать зла. Даже если обижаются. Даже обижаются. Вот, во-первых, ребеночек говорит маме или папе, я хочу там в третью порцию или четвертую порцию мороженого. Говорит, нельзя. Все, расстройство. Мама меня, папа, не любит. Я с тобой не вожусь. Да, все. Но проходят какие-то считанные минуты, все прошло. Не злопамятности. Это очень важный элемент, который необходимо нам тоже перенимать. Вот часто, батюшка, извините, я вас перебью. Потому что очень важный момент. Православный христианин часто думает, что он не вправе обижаться на Бога, что это грешно заведомо, да. Но вот какая-то простота, общение, легкость, да, она, в принципе, нам, получается, позволяет иногда как бы обидеться. Господь на это нас не покарает. Правда ли? Совершенные, конечно, совершенные. Они, конечно, уже не обижаются на Бога, они понимают все. Но чтобы быть совершенным, надо пройти какие-то этапы. Поступательно, по лестнице, взобраться на небо. На нашем уровне, что мы грешники, достойные, начинающие, хоть мы с вами священники, но тоже нам еще впереди предстоит очень много-много-много-много трудов и дел, испытания. Но вы совершенно, совершенно правы. Детскость вот такая вот, непосредственное отношение к Богу, любовь к Нему, вот эта беззаветная, как я сказал. И еще третий момент детскости вот этой такой, будьте как дети. Дети очень легко сходятся друг с другом. Вот маленький, двух-трехлетний бегают в песочнице. Первый раз увиделись. Сначала, конечно же, может быть, и ведерком стукнули, а уже потом все друзья. Давай дружись. Да, все уже друзья. Взрослые, конечно, так не могут. А Господь призывает нам объединяться. Вокруг чаши далеко не случайно мы называем друг друга братьями и сестрами. Это не просто какой-то атавизм, это не просто какая-то фраза, не имеющая смысла. Штамп какой-то, да? Нет. Призывает Господь нам действительно быть родными, потому что после причастия в нас течет кровь Спасителя. Мы и друг с другом соединяемся, и с самим Господом. И вот это детский момент, конечно, это очень важно. И вот об этом я бы хотел сказать. Батюшка, вот еще один аспект с вами хотелось бы обсудить. Белый цвет облачения, да? Напоминание о том свете, который Спаситель, в котором Спаситель предстал пред своими учениками. Напоминание о той чистоте, о которой мы призваны, каждый христианин. И цвет погребения тоже белый в нашей церкви. Так точно. Потому что совсем скоро мы уже будем праздновать праздник Успения Божьей Матери, об этом с вами тоже еще поговорим в следующей программе. Так вот, белый цвет он проходит, получается, через путеводную нитью через весь Успенский пост. Цвет преображения, цвет погребения. Рождества, да. Вот почему именно белый цвет погребения? Ну, вообще-то белый цвет, как вы правильно заметили, во-первых, это цвет чистоты. Господь призывает нас к очищению. Самый любимый псалом православной церкви, 50-й, почему он самый любимый? Потому что он чаще всего используется и в богослужении, он постоянно звучит, и в наших келейных молитвах мы знаем это. И там вот, кстати, есть такие слова, что мы устами пророка Давида просим, так сказать, убелить нас. Вот это слово убелить. И, кстати, не только в 50-м псалме многократно об этом говорится. Человек своими грехами, служением своему чреву, своим погружением в болото похоти и страстей, конечно, весь пачкается. Он покрывается копотью и целыми слоями грязи. И, конечно же, это мешает увидеть Бога. Бога узрит только чистым сердцем. Чистым сердцем — это, кстати, заповедь блаженства. И Господь призывает к этой чистоте. Он прекрасно понимает, Он знает нас, Он создал нас, Он сам был человеком. Он сам является человеком до сих пор, потому что неслит это нераздельно, неразлучно, непреложно, у раз Четвертого Вселенского Собора. И поэтому Он лучше нас, нас знает. И поэтому Он предлагает нам все необходимые для нас средства очищения, в том числе и пост, в котором мы сейчас с вами находимся, и церковные таинства, которых, как нам известно, самое главное из которых — это причастие и исповедь, которые находятся рядом всегда с Ним. И Господь дает нам благодать очищающую. Именно поэтому цвет белый, как вы спросили, в погребении, это символ того, что человек по пути своей жизни все-таки с каким-то приближением смог исполнить те, как бы сказать, смог приблизиться к тому, к чему Господь призывал его в течение его жизни. Напомню, что в нашей студии был православный эксперт и ермонах Герасим Вертей. Дорогие терезейцы, присылайте свои вопросы в группу ВКонтакте и храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин